Здравствуйте! При посещении своего канала на YouTube, каждый заметил вот такое сообщение. Важно! Всем авторам, проживающим за пределами США, скоро потребуется указать налоговую информацию в Асенс. Данные будут необходимы, чтобы точно рассчитать потенциальные налоги с авторских выплат. И, соответственно, у кого подключена монетизация в виде YouTube, пришло письмо на электронную Gmail почту. Написано в такое письмо, сообщаем вам, что в 2021 году компания Google начнет удерживать налог в соответствии с налоговой системой США, с дохода автору и с других стран. Изменения, необходимые для выполнения требований законодательства, иступят в силу не ранее июня этого года. В связи с этим просим вас предоставить налоговую информацию в Асенс. На ее основании мы определим, должны ли выплаты вам облагаться налогом в соответствии с налоговыми правилами США. И если да, рассчитаем его ставку. Если вы не предоставите необходимые сведения, до 31 мая 2021 года с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке 24%. Поэтому, чтобы с нас не удерживали 24% по максимальной ставке налог, а в каждом государстве, соответственно, ставка ниже, поэтому лучше до определенного срока предоставить налоговую информацию в Асенс. И чем раньше, тем лучше. Переходим в Google Асенс. И здесь тоже стоит напоминание о необходимом действии, которое с нашей стороны требуется сделать в кратчайшие сроки. Нажимаем здесь «Изменение налоговой информации», потому что если мы не изменим, то удержание от монетизации будет типа максимальной ставки 24%. Такое сообщение «Добавьте налоговую информацию». Нажимаем. Здесь подтверждаем, что это мы. Вводим пароль сюда. После подтверждения у нас перекинул на такую страницу. Здесь каждый проставляет галочку «Физическое или юридическое лицо». Я проставляю «Физическое», так как я не работаю. Нажимаем «Далее». Являетесь ли вы гражданином или резидентом США. Ставим «Нет». Нажимаем «Далее». Здесь необходимо выбрать налоговую форму. Первая налоговая форма для тех юридических или физических лиц, кто предоставляет налоговую декларацию США. А вторая налоговая форма – это для остальных лиц, которые хотят запросить льготы в соответствии с соглашением о избежании двойного налогообложения. Поэтому я нажимаю здесь и нажимаю «Заполнить налоговую форму». Все поля, которые здесь будем заполнять, буквы пишем латиницей. Чтобы все правильно записать латиницей, для этого используемся сервисом почтовой транслитерации адреса. Ссылка на этот сервис будет дана внизу под описанием видео. Здесь заполняем все данные на русском языке. Нажимаем «Конвертировать». И справа мы получили результат, заполнен латиницей. Так может каждый воспользоваться. И теперь все эти данные копируем и вставляем сюда. Имя физического лица. Вставить. Полное имя лучше записывать из карточки банка, чтобы не было расхождений. Страна гражданства. Здесь выбираем каждый свою страну. Я проживаю в России, поэтому выбираю Россия. Иностранный номер налогоплательщика. Здесь прописываем свой ИНН. Это свидетельство об установке на учет физического лица в налоговом органе. Если кого нет, то необходимо обратиться в налоговый орган. И они выдадут свидетельство об установке на учет. Это не надо заполнять. Нажимаем «Далее». Переходим опять к транслирации почтового адреса. Здесь копируем улицу. Копировать. И вставляем сюда. Копируем город. И вставляем сюда. Область нажимаем на треугольничек. И выбираем свою область. Воронежская. И прописываем здесь индекс. Здесь проставляем галочку. Почтовый адрес и адрес постоянного проживания совпадают. Нажимаем «Далее». В правом мы видим, что написано «Почтовый адрес совпадает с адресом постоянного проживания». Это подтверждено. Здесь нажимаем «Да». Является резидентом страны, с которой у США заключены соглашения об избежании двойного налогообложения. Ссылка будет дана внизу под описанием видео, чтобы посмотреть, заключено ли соглашение вашего государства. США. Россия. Видим соглашение. Здесь есть. И другие. Ссылка эта будет дана внизу. Здесь проставляем галочку. Здесь нажимаем на такой треугольник. И выбираем свою страну. Россия. Здесь в каждом окошке ставим галочки. Здесь выбираем статью. Статья 6.1. Налоговая ставка. Здесь смотрим, какая. Соответственно, выбираем самую низкую, пониженную 0. Проставляем дальше галочку. Еще галочку проставляем. Здесь тоже выбираем статья 12.1. Выбираем ставку пониженную 0%. Проставляем галочку. И еще раз. Авторские права в других фейерах. YouTube, Google Play. Тоже проставляем галочку. И выбираем статью. Статья сама здесь определяется. Статья 12.1. И налоговая ставка понижена 0. И ставим, соответственно, галочку. Все здесь правильно заполнено. И нажимаем далее. На этой странице отображается предварительный просмотр того, что мы заполняли. Здесь высвечены 4 формы заполнения налоговой информации. Если нас что-то интересует, мы нажимаем на любую форму и просматриваем, правильно ли это заполнили. Я не буду это нажимать. Везде налоговая ставка 0, как видим здесь. Ставлю здесь галочку. Я подтверждаю, что созданные налоговые документы были проверены мною. И так далее. Нажимаем далее. Здесь необходимо прописать полное имя. Заходим опять в транслитерацию и копируем свое имя. И вставляем сюда. И здесь проставляем галочку. Да, мое имя указано в разделе подпись. И я подписываю эту форму от своего имени. Проставляю галочку и нажимаем далее. Так как я не ввел никакой деятельности на территории США, то проставляю здесь нет. Здесь ставлю галочку. Я подтверждаю, что услуги для компании Google или ее партнеру будут предоставляться исключительно за пределами США. Если вы еще не получали вознаграждение после подключения монетизации, то проставляем галочку здесь. Я предоставляю налоговую информацию для нового или существующего платежного профиля. Так как от монетизации у меня уже был получен доход, то я ставлю галочку. Здесь я предоставляю налоговую информацию для существующего платежного профиля, который уже использовался для получения платежей. Здесь проставляем галочку. Этим мы подтверждаем, что эта информация была не ложной. И нажимаем отправить. И получили вот такие данные. Изменение налоговой информации. Одобрено 10 марта 2021 года. Выборная ставка налога 0 и выборная ставка налога 0. Это не значит, что мы не будем оплачивать эти налоги. В России ставка по доходу налога 13%. Ну а если будет это как самозанятость, то ставка соответственно будет и меньше 6 или сколько процентов. Надеюсь, каждый, кто просмотрел это видео до конца, и сам сможет заполнить эту форму налоговой информацией. Кто желает получать известие о добавленных мной новых полезных видео, то подписываемся на мой канал. Все своими руками. 36. До свидания.